привет дорогие друзья это хоббит отшельник и петрушка сейчас у нас сказка с петрушкой красавица фантагиро когда-то в древние времена жил король сыновей у него не было а было три дочери красавицы старшую звали каролиной среднюю асунтиной а младшую все звали фантагира красавица она была самой красивой из сестер король давно уже был болен целыми днями сидел он хмурый у себя в комнате там стояло три кресла голубое черное и красное каждое утро приходя к нему поздороваться дочери первым делом смотрели в каком кресле он сидит если в голубом быть радости если в черном быть смерти если в красном быть войне однажды дочери застали отца в красном кресле отец что случилось спросила старшая я только что получил послание от короля нашего соседа он объявил мне войну а я болен и не знаю как быть кого поставить во главе войска где так скоро найдешь генерала если вы позволите сказала старшая дочь я буду генералом думаете я не сумею командовать солдатами что ты не женское это дело возразил король а вы испытайте меня продолжала настаивать старшая дочь что ж испытать можно согласился король но если ты в пути скажешь хоть одно слово как женщина возвращайся домой сказано сделано король приказал своему верному оруженосцу танина седлать коня и сопровождать принцессу на войну а если каролина проронит хоть слово как женщина тотчас же вести ее во дворец и вот принцесса и оруженосец поскакали навстречу неприятелю а за ними все войско уже немалый путь остался позади когда они въехали в заросли тростника принцесса воскликнула о какой чудесный тростник будь это у нас дома сколько бы прекрасных веретен можно было бы сделать из него стойте принцесса сказал танина по приказу короля я возвращаю вас во дворец вы заговорили как женщина они повернули назад а за ними все войско пришла к королю средняя дочь ваше величество я поеду командовать сражением на тех же условиях как и твоя старшая сестра на тех же условиях так отправилась в путь средняя сестра рядом с ней верный оруженосец а следом все войско долго скакали они позади остались уже и тростниковые заросли принцесса не проронила ни слова и вот едут они через молодую каштановую рощу принцесса и говорит посмотрите танина какие великолепные побеги прямые и тонкие будь это у нас дома сколько бы прялок можно было сделать из них стойте воскликнул танину оруженосец и остановил своего коня возвращаемся домой принцесса вы заговорили как женщина и все войско со всем снаряжением повернула в обратный путь король в отчаянии совсем потерял голову тогда перед ним появилась фантагира нет нет сказал ей король ты совсем еще девочка у твоих старших сестер ничего не вышло как же ты хочешь чтобы я поручил это дело тебе что же случится если вы испытаете меня сказала девушка поверьте отец вам не придется краснеть за фантагира испытаете меня король отпустил младшую дочь девушка облачилась в доспехе воина надела шлем кольчугу взяла меч и два пистолета и отправилась в путь оруженосец станина скакал рядом с ней проехали тростник а фантагира ни слова проехали каштановую рощу она все молчит так они доскакали до чужой земли прежде чем начать сражение сказала фантагира я хочу поговорить с королем моим противником королем оказался красивый юноша как только он увидел фантагира у него сразу же закралось подозрение что перед ним девушка а не генерал он пригласил ее к себе во дворец чтобы до начала битвы выяснить из-за чего началась война как только они прибыли во дворец юный король побежал королеве матери матушка сказал он ей здесь генерал который командует войском неприятеля но если бы ты его только видела фантагира воин прекрасно лицей с глазами косули и резвый как птица мне кажется это девица отведи его в оружейную залу сказала королева мать если это действительно девушка то она внимания не обратит на оружие молодой король отвел фантагира вооруженную палату фантагира стала снимать со стен висевшие на них шпаги пробовать удобно ли рукоятки поднимать как бы проверяя тяжесть потом перешла к ружьям и пистолетом и стала взводить курки рассматривать как они заряжаются король побежал к своей матери матушка генерал рассматривает оружие как настоящий мужчина но чем больше я смотрю на него тем больше мне кажется что эта девушка фантагира воин прекрасно лицей с глазами косули и резвой как птица мне кажется что это девица королева мать сказала отведи его в сад если это действительно девушка она непременно сорвет розу или фиалку и приколит себе на грудь мужчина же обязательно выберет каталонский жасмин понюхает его и заткнет за ухо король пошел с фантагира на прогулку в сад она протянула руку каталонскому жасмину сорвала цветок понюхала его и заткнула за ухо король вернулся к матери озадаченный генерал и на этот раз поступил как мужчина но я все-таки уверен в том что эта девушка фантагира воин прекрасно лицей с глазами косули и резвый как птица мне кажется это девица тогда мать королева поняла что сын ее влюблен и сказала пригласи генерала к обеду если нарезая хлеб он будет прижимать его груди значит эта девушка а если будет резать на весу значит это мужчина и страсть твоя напрасно но и на этот раз фантагира ничем себя не выдала и резала хлеб как мужчина и король по-прежнему твердил матери фантагира воин прекрасно лицей с глазами косули и резвый как птица мне кажется это девица испытай последнее средство сказала королева мать пригласи генерала искупаться с тобой в бассейне в саду если эта девушка она конечно откажется на приглашение короля фантагира ответила с удовольствием но только завтра утром она отвела в сторону своего оруженосца танина и сказала ему уезжай из дворца а завтра утром возвращайся с письмом в руках и чтобы на нем была печать моего отца в письме должно быть написано дорогой фантагира я чувствую себя очень плохо и хочу видеть тебя перед смертью на следующее утро король и фантагира отправились в бассейн король разделся первым бросился в воду и пригласил фантагира последовать его примеру мне надо остыть я боюсь прыгать в холодную воду сказала фантагира подождите немного а сама прислушалась не скачет ли ее оруженосец а король настаивал чтобы фантагира разделась не знаю что со мной говорит фантагира но дрожь пробегает у меня по спине боюсь не случилось ли какого-нибудь несчастья какое же может быть несчастье нетерпеливо кричал король из бассейна раздевайтесь скорее прыгайте в воду здесь так хорошо в эту минуту послышался топот лошадиных копыт прискакал оруженосец и подал фантагира письмо с королевской печатью фантагира побледнела я сожалею ваше величество предчувствие не обманула меня ужасная весть мой отец при смерти он хочет видеть меня я покидаю вас ничего не останется как заключить мир и если между нами есть еще недоразумение с которыми вам хотелось бы покончить прошу вас пожаловать ко мне в моё королевство прощайте искупаемся как-нибудь в другой раз и ускакала король голый остался один в бассейне в холодной воде король был в совершенном отчаянии фантагира девушка он был в этом уверен но она ускакала а он так и не смог убедиться своей правоте прежде чем уехать фантагира прошла в свою комнату чтобы взять вещи и оставила на постели записку девушка была здесь а не генерал но король об этом ничего не знал когда король нашел этот листок он словно прирос к полу он был раздосадован и счастлив матушка я был прав это девушка и не дав матери даже рта раскрыть чтобы видеть ему он вскочил в карету и помчался во весь опор по следам фантагира а фантагира вернувшись к отцу обняла его и рассказала как ей удалось расстроить планы короля соседа и предотвратить войну вдруг послышался шум приближающейся кареты это король сосед окончательно побежденный и влюбленный приехал следом за фантагира и едва увидев ее сказал генерал хотите стать моей женой короли заключили мир скоро отпраздновали свадьбу а когда король тесть умер то оставил все свое королевство королю зятью и фантагира красавица стала королевой обоих государств вот такая дорогие друзья замечательная итальянская сказка всего вам хорошего и спокойной вам ночи взрослые и дети и и Продолжение следует...